Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, и монеты нового Бога, кроме Тебя. Аллилуйя! Евангелие от Матфея, 17 глава. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата Его, и возвёл их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо Его, как солнце. А одежды же Его сделали белыми, как свет. И вот явились и Моисея, и Илья, с ним беседующие. Присем Пётр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем три здесь кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи. Когда уж он ещё говорил, вот облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющие, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором моё благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о всем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мёртвых». И спросили его ученики его, «Как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить всё. Но говорю вам, что Илья уже пришёл, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что Иисус говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошёл к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего, он в новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращённый, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрых исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу, наедине сказали, «А почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдёт, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвой и постом». Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма печалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру, собирателе Дидрахмы, и сказали, «Учитель ваш не даст ли Дидрахмы?» Он говорит, «Да». И когда вошёл он в дом, то Иисус предупредив его сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Пётр говорит ему, «С посторонних». Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны, но чтобы они не соблазнились их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадётся, но возьми, и открыв у неё рот, найдёшь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Хвала тебе, милосердный Создатель! Благодарим тебя за все твои милости и щедроты! Господи Боже мой! Прошу Тебя, да проникнет свет твоей любви в это место Гоморы и Содома. Место проклятия, а не благословения. Место смерти, а не жизни. Место тьмы, а не света. Для тебя, Господи, нет невозможного. Люди, как с ума сошли, непрерывно день и ночь думают о блуде и прелюбодеянии. Собрались для греха, а не для благословения. Найди их, Господи, прящущихся, раздетых, брошенных, в отьме находящихся, как черви подземные, чтобы служили тебе, Господу Богу, всем умом, всем сердцем, всем помышлением. Аллилуйя! Евангелие от Матфея, глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надо бы прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их, брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вверженным в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Так, нет воли Отца вашего Небесного, что погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. А что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно так же говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди их. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до седьмижды семидесяти раз. Посему царство небесное, подобное царю, который захотелся считаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имеет, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, Государь, потерпи на мне и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ упал к ногам его, умолял его и говорил, потерпи на мне и все отдам тебе. Но тот не захотел и пошел, и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешений его. Аллилуйя! Слава тебе за евангельские строки, за великие истины, данные Духом Святым, через учеников его и написанные в Евангелии. Боже, хвала тебе, ты позволил нам, ты повелел нам прийти в это место тьмы и мрака, где собираются люди большим, великим скопищем для блуда, для прелюбодеяния, для скверны, для соблазна, сребролюбия и воровства. Помилуй нас, Господи! Пошли добрых благовестников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и всем вознеси о любви Твоей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего Иисуса Христа в этот мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Аллилуйя! «Всякий, делающий добро, идет к свету, дабы явны были дела его, ибо они в Боге соделаны. А делающий зло и не идет к свету. Он скрывается, прячется, ибо дела его злы. Когда Адам согрешил, он скрылся, и Господь воззвал, где ты, Адам? Не ел ли ты плода с запретного дерева? Господи Божий наш, слава Тебе! Прости нас, Владыка, помилуй и благослови. Милости Твоя ради, обрати на нас лих Твой, Господи, и это место греха, порока, прелюбодеяния и блуда. Освети Духом Твоим святым, чтобы люди избрали жизнь, а не смерть. Свет, а не тьму. Благословение, а не проклятие. Аллилуйя! Благословение, а не проклятие.